Вернем Аблязово. Пресс-конференция под таким лозунгом состоялась в пресс-клубе Алматы. Так называемые представители общественности в срочном порядке объявили о создании коалиции НПО «Вернем Аблязово». Трое из выступавших на пресс-конференции позиционировали себя как ветераны войны в Афганистане, а одна – как руководитель гражданского альянса Алматы. Начала Талганбаева-Саулят с того, что выразила обеспокоенность информационным освещением ситуации с Мухтаром Аблязовым. На сегодняшний день вопрос с господином Мухтаром Аблязовым настолько озвучен только с одной позиции, поэтому мы активисты города Алматы и люди, которым не безразлично все то, что происходит в нашем обществе, решили собраться и сказать о том, что мы сейчас объединяемся в коалицию, в которой хотели бы озвучить свое, так сказать, видение того, чтобы вернуть Аблязово сюда, в Казахстан. А закончила Саулят зачитыванием по бумажке пресс-релиза. Причем создалось впечатление, что текст релиза написан и отредактирован тем, кто руководит этими марионеточными членами коалиции. Прикрываясь в карпасной риторикой о своем несогласии с нынешней политикой руководства страны, Аблязов продолжал за рубежом зачищать концы, перепрятывать уже уплатенные средства и переводить их на счета своих компаний. Несмотря на основательные заявления казахстанской стороны о преступном характере действий Аблязова, мирное, мировое сообщество не сразу открыло для себя иных, иные стороны. Суть всех зачитываний по бумажке и невнятных речей, выступавших на пресс-конференции, сводилась к одному – вернуть Аблязова в Казахстан, чтобы посадить в тюрьму. Таково якобы мнение народа, но всем известно, кому в Казахстане выгодно уничтожить главного оппозиционера в стране. Мнение большинства высказал молодой человек. Он дал точное название людям, объединившимся в коалицию «Вернем Аблязова». Хоть мнение это и было написано на листке бумаги, оно выразило настоящие страхи проплаченной кучки марионеток. Нашелся еще один смельчак в зале. Блогер Дмитрий Щелоков спросил, почему коалиция не уделяет внимания президенту Казахстана, который был американским судом признан взяткополучателем. Почему вы не требуете уголовного преследования главного вора в Казахстане, который десятки миллиардов выголосит из Казахстана? Назарбаева, что напишете? Спикеры не ожидали такого вопроса и были явно напуганы. Но сейчас идет вопрос конкретный по «Аблязову». Когда будет вопрос подниматься по, как вы говорите, по президенту, то будет отдельный вопрос. А вы не можете поднять вопрос по президенту? Дело в том, что это неуместно. Сейчас мы рассматриваем один вопрос по «Аблязову». Все эти высказывания не оставляют сомнений, что коалиция явно нанятая. У нее есть одна цель – «Аблязов». А если бы эти люди и правда боролись за справедливость, они бы подняли другие вопросы. Например, заявленная как участник пресс-конференции, но не пришедшая Калиева Шалпан должна бороться с другими бедами Казахстана. Она, как директор общественного фонда «Центр развития и адаптации детей-сирот», могла бы поднять вопрос об отце Сафронии. Его хотят депортировать из Казахстана, отняв у него все принадлежащие ему земли. На этих землях священник открыл приют для сирот. Но, по мнению Калиевой, сироты станут счастливее, если вернуть Аблязова на родину. Продолжение следует...